Здравствуйте, господин Дмитриенко. Мы с вами сегодня встречаемся в солнечной Белгарии, в город Пазаджик. Завершился открытый чемпионат Европейского клуба в дзюдо. Сейчас проходит тренировочный лагерь, заключительный день, или предпоследний день, так можно сказать. Скажите, пожалуйста, вы приехали в город Владивосток, Дальневосточный федеральный округ, Российская Федерация. Насколько на сегодняшний день интересно дзюдо в вашем регионе для всех категорий граждан? Насколько оно узнаваемо и популярно? Ну, после недавнего времени у нас в Владивостоке в прошлом году саммит, и поэтому на подсаммит были приглашены очень такие известные дзюдоисты в мире. Это как Димаси Тасан, который подарил бюст Ащепкова, федерации города Владивостока. И он стоит у нас в зале, и ребята, которые приходят заниматься, все узнают больше историю, смотрят на этот бюст, спрашивают, что это такое, кто это такое. То есть начинается развитие истории дзюдо в России вообще, изначально. Вот, это раз. Второе. У нас создается очень много клубных движений, то есть у нас очень много клубов в Примонском крае. То есть мы проводим клубные турниры. У нас есть ведущий клуб, клуб Гераков, где проводят 2-3 старта, очень сильнейших, на Дальнем Востоке. То есть как праздник дзюдо среди детей и взрослых. Проводим познавательные эстафеты, проводим лотереи разыгрываем. То есть в этом спорте участвуют не только дети, но и взрослые. То есть мы совмещаем, чтобы у нас было не только детское, взрослое дзюдо, еще какое-то, а еще чтобы родители участвовали. Ну, если Япония это родина дзюдо, Кадакан дзюдо, то можно сказать, Владивосток это, в принципе, родина российского дзюдо. Потому что 100 лет назад Василий Ощепков привез дзюдо и первый клуб дзюдо открыл в Владивостоке. Первая встреча была. И первая встреча. В 1917 году. Да, но в этом году именно предпочтается 100 лет дзюдо в России, потому что 100 лет прошло 100 лет. Скажите, вообще, то место, где был первый клуб дзюдо, вообще еще есть во Владивостоке? Да, это у нас здание принадлежит морскоту, то есть это как музей морского флота. И там первого тренера японского, который пригласил команду Японию, есть портрет. Недавно приезжал его в Правну, который выходил с предложением через три года сделать такой же ответный матч между российскими сборными и сборной Японии. Вы говорили о клубном движении во Владивостоке и вообще в Приморском крае, что оно очень развито. Вообще, есть ли система такого именно клубного дзюдо, в большом смысле, допустим, как эти клубы? Они работают на каком-то там частном характере или это какие-то государственные клубы? Проводятся ли между ними какие-то состязания такого именно клубного масштаба? Сами вы проводите такие соревнования? Мы проводим и сами, и есть у нас, в общем, много общественных организаций. Допустим, есть фонд, допустим, Ирины Родиной, которая возглавляет школьный спорт. Мы под этот школьный спорт и делаем еще и школьное дзюдо, то есть развиваем школу дзюдо. А кто там развивает? Развивает в основном клубы. То есть клуб приходит в школу, арендует зал, начинает набирать детей, работают тренера и так далее, и тому подобное. То есть это все на только клубном движении, на уровне края или еще что-нибудь. То есть пока у нас только чуть-чуть как бы опаздывает федеральная программа, опаздывает государственные программы. Конечно, пока не видят, мы не видим клубы, не видят пока поддержки от федералов. Вот так вот. Скажите, вы в нашей предыдущей беседе без видеокамер рассказывали о том, что вы часто бываете в Японии. Насколько, на ваш взгляд, изучается система подготовки японских детских дзюдоистов, средних, юношек или взрослых, системы подготовки российских дзюдоистов или клубов российских дзюдоистов? Знаете, вот там я был на четырех семинарах очень сильно. То есть всеяпонский семинар по тренерскому составу, где проходили семинар, то есть десятидневный, и они сдавали полностью техники наги-наката, катами-наката. Ну и плюс себе воспитывали дух. Дух это закаляли тело, то есть самый такой сильный мороз. То есть они тренировались с утра, утром тренировка трехчасовая тренера и вечером. То есть они повышали не только свой уровень технический, но и духовный, но и сами еще закалялись. Ну, духовный это имеется в виду именно дух, это стремление к победе, выдержать нагрузку, да и так далее. Выдержать не только там… А условия среды окружающей. Да, да, да. Вот это вот самое интересное. Это раз, второе. То есть они передают опыт с поколения в поколение. То есть постоянно семинары, постоянно обновляются. У них каждый год выходят книги. Самые лучшие тренера пишут книги, по которым можно, и видео есть, по которым можно работать. То есть постоянно правила меняются, постоянно дзюдо развивается, постоянно… Ну, то есть это как жизнь. То есть мы всегда не на нижнем уровне, да, а идем все выше, выше, выше. Полетели в космос, полетели там на Луно, на Марс и так далее. Так и здесь дзюдо то же самое, развивается, развивается, развивается. То есть тренера должны развиваться. Но пока только… Вот мы ездим, потому что мы очень близкие к ним. Мы четыре раза в год ездим в Ходокан, конкретно. В Ходокан мы просим визу… Ну, разница для вас, для вас, вот как для тренера, который, да, тренирует в Сахалине, ощутима ли разница… Ой, извините, в Владивостоке. Ощутима ли разница подготовки вообще в методике преподавания дзюдо в России и в Японии? Конечно, очень ощутима. У нас там начинается все… То есть почему вот эта система присваивания кюб и поясная система мы хотим в России внедрить? Потому что ребенок должен прийти, сначала научиться падение, сначала научиться правильно заходить в зал, завязывать пояс, укладывать кимоно, выведение, передвигаться и так далее и тому подобное. А у нас тренера привыкли, как, ну, не все, то есть проходят методику… Ну, а на ваш взгляд, почему именно так происходит? Все-таки, в принципе, все же видят, допустим, есть же все-таки видео, литература есть, где написано, показано, как входить в зал. Но почему тренера опускают этот момент? Потому что тренера не хотят развиваться. То есть они сидят на одном уровне и говорят, мне крутают свои знания. Ну, а как развиваться не хотят? Есть же победители первенства Европы, мира, Олимпийских игр. Или все-таки, мне кажется, это из-за менталитета? Не кажется ли вам такое вот, что, ну, зачем? Это опустим в сторону, это не нужно. Победы есть, и этого достаточно. Есть очень много нюансов. Каких, да, вот сборная Москвы, сборная Санкт-Петербурга, Московский область. Посмотрите, все, все почти что, все пришли учиться с каких-то регионов, все, то есть и так далее, и тому подобное. То есть некоторые у нас великие тренера, да, то есть я, ну, как, почему они велики? Потому что они могут подвести, подвести спортсмена к данным соревнованиям высокого ранга. Допустим, как я тренер, может, мне не хватит подвести спортсмена на Олимпийские игры, на чемпионат мира, Европы. То есть у меня есть уровень такой-то, да, я до этого уровня могу довести спортсмена дальше, допустим, я не могу, да. Но я развиваюсь в том плане, потому что у меня постоянно дети. То есть мне интересно детское дзюдо, мне интересно средний возраст, до 21 года. То есть я понимаю, что дальше уже, то есть другие надо финансы, другие там возможности, другой подход тренировок и так далее, и тому подобное. То есть для меня, допустим, вот, ну, но я хочу в этом пределе развиваться. Поэтому я ездю везде, то есть Болгария, Япония, Корея, Китай, Московску и так далее, и тому подобное. То есть я стараюсь развиваться по том ракурсе, в котором я знаю, что я могу. Скажите, насколько ваш клуб и ваш регион гостеприимен, если кто-то захочет приехать к вам и вместе с вами провести какой-то тренировочный сбор, какое-то мероприятие по развитию дзюдо. Как это можно сделать? Готовы ли вы принимать гостей в своем регионе? Мы готовы принимать в своем регионе гостей. Мы проводим очень серьезный турнир, это посвященный Дню Победы, 9 мая. У нас сильнейший турнир на Дальнем Востоке, то есть мы приглашаем тоже всех к себе, все регионы. Ну, и плюс на сегодняшний день мы очень честно сотрудничаем с Тоттери. Префектура Тоттери – это половина Японии, которая занимает площади и выезжает на все японские состязания. Одна из первых команд сборной Японии, с которой мы сотрудничаем уже 5 лет. То есть мы ездим по приглашению, и они ездят по приглашению к нам. У нас сейчас проводится турнир 23 августа каждого года, каждого года. И мы приглашаем на этот турнир всех, то есть там будет состязание командное, то есть 7 весов мальчики и 3 веса девочки. И после соревнования – 2-3 дневный лагерь. То есть японцы показывают японскую технику, с японскими ребятами тренируются, все полностью. Ну и плюс отдыхают, у нас тоже есть что посмотреть. В какое время года лучше приехать к вам, для того, чтобы не только увидеть дзюдо, потренироваться, но также посмотреть окрестности, полюбоваться дальневосточной землей? Это август, конец августа. Самое теплое море раз. Самое… там все цветет, то есть флота цветет, там тайга расцветает. То есть ну можно все-все посмотреть. Море вообще обалденно. У нас самый лучший океан, считайте. А мосты какие у нас? У нас вообще Владивосток развился в этом году, благодаря саммиту, конечно, очень сильно. То есть город Владивосток открыт для сотрудничества. Вы лично приглашаете все клубы дзюдо России приезжать к вам в гости и всегда рады будете принять. Да, да. И хотелось бы, чтобы клубы, которые приезжали, сплощались, сплощались и получилась хорошая ассоциация клубов дзюдо России. Спасибо большое. Успехов.